Когда на сугробу смотришь снизу вверх, сложно поверить, что эта зима еще не поставила рекордов по уровню выпавшего снега. Бывали в Ульяновской области зимы и повнушительнее, хотя показатели нормы уже давно остались позади. В январе текущего года выпало по области от полторы до двух месячных норм осадков. Больше количества осадков зафиксировала метеостанция Тимирязевская, это чуть севернее Ульяновска. Там практически четыре месячных нормы выпало в январе. То есть это, в общем-то, громадная куча снега. В февраль свою месячную норму по осадкам выполнил уже четвертого числа. На сегодняшний день специалисты говорят об уровне осадков в 65 сантиметров. И это еще сугробы успели подтаять за последние дни. Вывозить снег за пределы города ответственные службы просто не успевают. Особенность этой зимы — продолжительные снегопады, длящиеся по несколько дней, любую уборку на дорогах, они превращают сизифы в труд. А это значит, что по весне основная масса снега останется таять на месте. И хотя ульяновцы уже морально готовятся к наводнению, специалисты утверждают, что поводов для опасений немного. Как быстро уйдет снег, зависит не только от того, насколько теплой и быстрой будет весна, но и от того, насколько холодной была зима. Если стояли морозы и почва успела промерзнуть, то растаявший снег не успеет быстро уйти в грунт и начнется наводнение. Эта зима была теплой, а значит, половодия быть не должна. В пользу быстрого схода снега говорит еще и то, что теплой зиме предшествовала сухая осень. У сельхозпроизводителей она вызвала серьезные опасения. Обильный снег стал настоящим спасением для будущего урожая. А порядка 40-50% урожая будущего определяет именно влагозарядка, сколько в почве содержится воды. И чем ее меньше, тем опаснее год. Соответственно, осенью мы очень сильно переживали, что было сухо и почва сухая. А вот этот снег, он радует нас каждый день. Снег не зря называют покрывалом. Каждый сантиметр его высоты прибавляет земле около градуса тепла. Это значит, что в минус 20 температура грунта под сугробами держится около нуля. Для растений и мелких животных, зимующих под снегом, это идеальное условие. Тяжело приходится только крупным животным – лосям, кабанам. При такой высоте снега им сложно добывать пропитание. Но и о них есть кому позаботиться. Голодных зверей подкармливают охотничьи хозяйства. Городских же жителей, конечно, больше беспокоит судьба местных сугробов. Что ж, здесь нам на помощь придет простая математика. С нижних слоев будет подниматься тепло, почва будет быстро оттаивать. И она способна впитать огромное количество воды. Конечно, это зависит от почвы. Но если считать, то на каждый гектар за час хорошая почва способна впитать примерно 200 тонн воды. То есть 20 миллиметров – это большое количество. Учитывая, что тает снег будет не одним днем, при нынешнем его уровне понадобится всего 1-2 недели, чтобы влага ушла в почву. Впрочем, на тот случай, если расчеты по каким-то причинам не оправдаются, людей готовы подстраховать службы МЧС. Готовимся мы заранее. Готовимся мы с ноября месяца. Соответственно, все главы муниципальных образований смотрят на своих реках все тонкие места. Поэтому идет очистка русел рек, очистка берегов от бревен и всех тех вещей, которые могут в период плаводия попасть в реку и где-то в каком-то узком месте сделать затор. Во всех населенных пунктах, находящихся в зонах возможного подтопления, служба МЧС уже сейчас подтягивает необходимую технику, проводит разъяснительные беседы с населением, готовит пункты временного размещения на случай, если потребуется эвакуация. Но в целом ни в каких красных флажках нынешняя ситуация со снегом не нуждается, даже если эта зима до конца будет верна своей традиции. Синоптики не берутся делать долгосрочные прогнозы. В этом году уже больно часто они себя не оправдывают. Но уже понятно, что февраль будет снежным. А значит, у этой зимы есть все шансы поставить новые рекорды. Юлия Шигунова, Герман Баранов, Юрий Ломатов, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ.